Новый год символизирует начало года. В это время, как правило, люди загадывают свои желания и задумывают что-то новое. Например, выучиться новой профессии или получить новые навыки. И как всегда, после того, как человек выбирает нужное направление по освоению какой-либо профессии, перед ним встает вопрос, какой вид обучения выбрать. Самостоятельное, обучение в группе, то есть на курсах или так называемое менторство. Третий путь можно сразу отбросить, так как этот вид обучения стоит очень дорого. Представьте, сколько времени необходимо потратить вашему наставнику для того, чтобы вас обучить новому ремеслу. Я слышал, что в IT-отрасле эта сумма достигает в среднем от 100 до 300 тысяч рублей. Если, конечно, мы говорим о качественном обучении, а не о простом пересказе и постоянном отфутболивании учеников. Что, к сожалению, в наше время в IT-отрасли встречается все чаще. Итак, что же выбрать, самообучение или обучение на курсах? У меня имеется много опыта и в том и в том направлении, так как я постоянно учусь чему-то новому. И в сегодняшнем подкасте я поделюсь с вами. Итак, давайте начнем с курсов. Как найти правильные курсы обучения? Во-первых, вы должны проанализировать автора по нескольким критериям. Во-первых, вам нужно определить, является ли он специалистом в узкой области или специализируется на нескольких областях сразу. То есть, например, очень часто можно встретить такую ситуацию. Автор ведет курсы, то есть является специалистом в таких областях, как разработка сайтов, разработка игр, разработка мобильных приложений, разработка чат-ботов, разработка приложений под Windows. То есть, по факту он заявляет, что может одновременно обучить вас всем современным языкам программирования. PHP, Python, Java, JavaScript, C Sharp и так далее. Насчет PHP вопрос, насколько он современен. Вам стоит задуматься и понять, что нельзя разбираться во всех областях, тем более в IT-индустрии или даже в другой сфере. Когда человек распыляется на несколько специализаций, то он, скорее всего, не преуспеет ни в одной. Например, преподаватель заявляет, что он обучает созданию приложений под Android и iOS, то есть под айфоны. Или другой преподаватель заявляет, что он обучает созданию сайтов на языке программирования PHP и также может обучить разработке приложений под Android. В этой ситуации маловероятно, что вы получите качественное обучение, так как даже если взять мобильную разработку, то разработка под Android и разработка под iOS, то есть под айфоны. Это совершенно разные области, со своими уникальными технологиями, которые очень часто меняются и невозможно быть качественным специалистом в обоих отраслях, так как на все это попросту не хватит времени. Представьте себе, преподаватель должен следить за изменениями во всех технологиях, обучаться различным новым фишкам, практиковать то, чему учит и еще обучать. Это забирает много времени и сил, когда ты вращаешься в одной очень узкой сфере. А представьте, как это все можно сделать сразу в нескольких специализациях. Да это попросту невозможно. Поэтому вам нужно проверить и отобрать тех авторов курсов, которые специализируются на одной конкретной области. Если вы видите автора, который специализируется сразу на нескольких специализациях или сразу обучает всем языкам программирования, то в 98% случаях эти преподаватели в лучшем случае перерасскажут вам справочники, то есть поведают вам о стандартном синтаксисе языков программирования и покажут вам ненужные задачки. Например, когда я хотел обучаться Android разработке, то записался на курс. И там, кстати, заранее скажу, что курс был свежий, он буквально выпустился за месяц до того, как я пришел обучаться. И там на одном из уроков поверхностно разбиралась система отображения контента в качестве виджета ListView. Эта технология используется в каждом приложении по построению контента в качестве списка. Так вот, автор упорно рассказывал, как сформировать такой список с помощью подгрузки статичных строк из переменных. А когда я начал именно практиковать Android разработку, мне понадобилось формировать этот ListView из базы данных. Об этом автор не рассказывал. Начав искать ответы на свои вопросы, я узнал, что формирование таких списков чаще всего происходит из базы данных. А не так, как это рассказывал автор. Но это еще ничего. Все дело в том, что я узнал, что этот виджет ListView для формирования фрагментов уже давно не используется. А на его смену уже пришел другой виджет RecyclerView, у которого более широкие возможности. Так в чем же дело? Почему автор рассказывал об устаревших технологиях? Все дело в том, что я нарвался вот на такую мастерскую по производству курсов, где один и тот же автор разбирается в нескольких технологиях. И самая важная опасность состоит в том, что такие авторы являются обычными теоретиками. В лучшем случае и о том, как разрабатывать реальные проекты, они вас не научат, потому что они никогда их не разрабатывали. Они выучили обычный синтаксис и больше ничего не знают. А максимум, чему могут научить, это базовому набору знаний этого самого синтаксиса языка, про который вы, собственно, можете прочитать в любом справочнике по вашему языку программирования. Все в открытом доступе и гуглится за первые две ссылки сразу же. Никаких практических и конкретных жизненных навыков вы у таких авторов не подчерпнете. Но это в лучшем случае. Большинство из таких курсов это по факту либо украденные знания из трудов других авторов, просто пересказанные, или это просто переведенные на русский язык курсы англоязычных авторов. Например, я могу взять свой опыт. Раньше я на профессиональном уровне разрабатывал сайты на таких языках программирования, как PHP и Python. Но после этого я изучил популярный движок по созданию сайтов, то есть WordPress. После этого я начал обучать созданию сайтов на WordPress, так как объем знаний в этой технологии довольно узок. И здесь очень редко что меняется, в лучшем случае раз в год. Далее я обучился Android разработке, потому что я уперся в потолок в сфере создания и разработки сайтов. Кстати, об этом я рассказывал в своем видео, ссылка на него будет в описании. После того, как я обучился Android разработке, я попрактиковался. И учитывая все свои ошибки, только после этого я запланировал обучать разработке приложений. То есть по факту я являюсь специалистом в программировании только в одной области. Это разработка приложений. А разработки сайтов я обучаю на Автопилоте. Так как при разработке сайтов на WordPress не нужны никакие навыки в программировании. Ну максимум языки в верстке, HTML и CSS. Поэтому в IT-отрасли я сосредоточен на одной сфере, Android разработка. Но тем не менее могу помочь в создании сайтов. Тем более, что для создания сайтов в 2020 году уже не нужны знания языков программирования. Итак, во-первых, при выборе курсов вы должны проверить автора на специализацию. То есть в скольких областях он является специалистом. Или вообще он является специалистом или нет. Если он является специалистом более чем в одной широкой области. Например, обучают мобильные разработки и языкам программирования для создания сайтов. Это и такие языки как Python, PHP и JavaScript. То такой преподаватель должен у вас сразу идти в бан. Ну и мобильные разработки он, допустим, обучает на языке Java, может даже на Kotlin. То такой преподаватель должен у вас сразу идти в бан. И так, после того, как мы проверили автора курса по этому критерию, нам нужно узнать, а практикует ли он реально тот стек технологий, которому обучает. Вот это сделать уже намного сложнее. Вам нужно, во-первых, посмотреть его портфолио. Проанализировать даты создания его проектов. Посмотреть, как давно была опубликована его последняя работа. Загуглить его имя и фамилию. Возможно, выйдут ссылки на различные платформы, где этот автор публиковал свои проекты. Также можно погуглить имя автора на счет отзывов. Но это уже такой маловероятный вариант. Теперь по срокам нужно понимать, что сайты создаются на чистом языке программирования примерно от 2-3 месяцев и до 6 месяцев. А, например, приложения могут разрабатываться спокойно и год, и два. Поэтому учитывайте периодичность выхода работ автора с учетом специфики его области. Но это такой не стопроцентный критерий. Но все же вы по нему можете отсеивать ненадежных авторов. Третьим критерием является способность автора обучать. Это довольно-таки редкая способность, особенно для IT-сферы. Большинство специалистов, да, они являются хорошими специалистами, но не умеют обучать. Особенно обучать людей с нуля. Они не могут рассказать какие-то сложные темы простым, понятным языком. Поэтому вам нужно взвесить и понять, какого автора выбрать. Тот, который не ставит целью, чтобы его ученики достигли каких-либо успехов, а любят покрасоваться своими знаниями и излагают все сложными словами. Либо вы можете выбрать тех, кто старается как можно проще все и детально рассказать, чтобы его ученики достигли максимально возможных результатов. Итак, как же нам выбрать того автора, к которому мы пойдем? Все просто. Вам нужно посмотреть его бесплатные материалы или короткие видео, где он чему-то учит и понять, этот автор сможет вас чему-то научить или нет. Также имеет смысл посмотреть отзывы об авторе. Но только те отзывы, где ученики оставляли ссылки на свои социальные сети. Другие отзывы вас не должны интересовать. А затем вам просто нужно написать его ученикам и поинтересоваться результатами обучения. Итак, как же нам отобрать качественные курсы? Мы должны проанализировать автора на предмет его специализации, наличии постоянного практического опыта и способности обучать. Затем вы можете также проанализировать программу обучения и посмотреть на стоимость программ. По поводу оценки стоимости программы обучения нет четкой позиции. Но принцип примерно таков, что стоимость обучения должна быть не меньше той стоимости, которую вы получите после обучения за выполненный один проект. Например, вы хотите обучиться созданию сайтов на WordPress. Вы заходите на какую-нибудь биржу фрилансов и смотрите, сколько платят за проект. В среднем создание шаблонного сайта на WordPress составляет от 5000 рублей. Значит, стоимость обучения должна быть примерно 5000 рублей. Затем, например, вы захотели обучиться редактированию шаблона WordPress по индивидуальному дизайну. Мы сравниваем стоимость разработки шаблонных сайтов и разработки с измененным дизайном. И смотрим на разницу в цене. В среднем эта разница примерно составит 2000 рублей. Значит, и стоимость обучения должна столько стоить. Да, но есть еще такой подход, который заключается в том, что стоимость обучения должна быть примерно такой, сколько вы будете зарабатывать в месяц после освоения данной профессии. То есть, единого подхода нет. Но если вам говорят, например, что после обучения на разработчика сайтов на языке, например, PHP, вы будете зарабатывать 30000 рублей в месяц, а за курс просят 1500, то здесь явно что-то не так. И таких обучающих платформ стоит избегать. Конечно, полностью обезопасить себя от мусорных обучающих курсов не получится. Но есть еще одна лазейка. Но есть еще одна лазейка. Если вы сомневаетесь в каком-то курсе или не готовы за него платить, то есть несколько таких платформ, где вы можете купить дорогостоящий курс за копейки и пройти его. Например, это можно сделать на платформе Sharewood. Просто введите в поисковике слово Sharewood и первая или вторая ссылка будет ввести на эту платформу. Там, кажется, курс стоит 400 рублей, даже тот, который от автора стоит 40-80 и больше. Но, кстати, я там покупал курс, но, как и ожидалось, он оказался не очень. Так что будьте предельно внимательны и не попадайтесь в ловушки. С другой стороны, вы должны понимать, что курсы по факту вас полностью не подготовят к той или иной IT и даже не IT профессии. Стать профессионалом вы сможете только через самообучение. Хороший курс научит вас максимум 70% стеку технологий. Но все равно вам придется искать материалы и доучиваться самому. А стать профессионалом вам поможет только практика. Теперь я вам расскажу, как правильно строить свое самообучение. Самообучение необходимо строить исключительно через практику. Как это делать? Во-первых, вы пишите себе те технологии, которые необходимо знать по вашей профессии. Затем вам нужно, даже если вы мало что знаете в своей сфере, начать писать свой проект. Например, вы хотите научиться Android разработке, то есть разработке мобильных приложений под платформу Android. В первую очередь задумайтесь, какое приложение нужно лично вам, вашим близким или просто людям. Задумайтесь, что создать. Например, вы решили создать онлайн словарь для изучения иностранного языка. Вы имеете базовые знания и просто начинаете работать над проектом. Например, в первую очередь нужно создать окно, так называемое Activity, где можно будет вводить слова и записывать их по категориям. Вы начинаете гуглить, как разместить поле по вводу данных, какой тип клавиатуры поставить, как создать базу данных, как записывать в эту базу данных информацию, как получать данные из базы данных, как записывать эти данные в нужные блоки и так далее. Вы шаг за шагом изучаете свою новую профессию или новый стек технологий через практику. Плюс вы разрабатываете уже свой проект и в дальнейшем при трудоустройстве вы будете явно выделяться на фоне остальных, так как вы вроде пришли устраиваться на стартовую начальную позицию, но у вас уже есть работающий проект. Или если вы решите работать на себя, вам можно уже доверять, ведь у вас уже есть портфолио. То есть есть работающее приложение или вообще это приложение сможет кормить вас годами и вы с удовольствием возьметесь и за другое. Вот так само обучение через практику является правильным и намного эффективным, нежели стандартное усвоение и скапливание теоретических знаний и решение непонятных задач. А затем спустя год или полгода в результате неправильного обучения вы получаете сознание зря потраченного времени, эмоциональное выгорание, отсутствие синхронизации знаний с практикой и полное отсутствие каких-либо способностей в той отрасли, в которой хотели когда-то стать специалистом. В общем, обучение через практику – это современный, эффективный, работающий подход, но в самообучении важна дисциплина. Вам нужно составить график обучения. Ежедневно 70% вы своего времени уделяете работе над проектом, а 30% изучению новых технологий, которые вы применили в своем проекте. Говоря про ваше время, я имею в виду то время, которое вы тратите на освоение новой профессии. Кроме того, вам необходимо в правильной форме систематизировать свои знания. В этом случае очень часто помогает создание своего закрытого сайта только для вас. Такая CRM-система. То есть вы создаете простой сайт-блог, можно взять тему «Автор», она подходит идеально для этого, ссылка на нее будет в описании. И в меню разбиваете стэк ваших технологий по категориям. И каждый шаг или какое-то действие описываете в виде поста, так, чтобы вы потом все поняли. В общем, получается такой блог. И чтобы кроме вас никто этого не видел, ставите пароль на сайт, и вот у вас такая уже собственная CRM-система. Также, если у вас есть небольшая уверенность в своих знаниях, то вы можете начать вести блог. Обучение какой-то профессии других людей заставит вас сильнее окунуться в тот или иной стэк технологий, что невероятно вас прокачает как специалиста. В общем, самая эффективная схема обучения – это получение стартовых теоретических знаний, плюс написание своего проекта, то есть ваш практический опыт, плюс систематизация знаний. Кроме того, вам понадобится освоить еще навыки презентации себя. Вам нужно будет научиться прокачивать себя, чтобы выделяться на фоне своих конкурентов, но это такой уже вопрос совсем из другой области. Да как же все-таки освоить профессию? Вариант с курсами и самообучением имеют право на жизнь. Если вы сможете дисциплинировать себя на самообучение, вы сможете сами в себе найти мотивацию, заниматься этим каждый день, а еще лучше весь день. Если вы сможете находить правильные ответы на свои вопросы в сети, то есть вы станете таким чемпионом мира по гуглению, и вы постоянно будете гореть, разрабатывать свой проект, то курсы вам не нужны, и ваш идеальный путь – это самообучение. Но таких людей мало. Кстати говоря, я ощутил, что отношусь именно к такой категории людей, что довольно-таки приятно. Но если вам нужно, чтобы кто-то показывал вам направление, куда идти, чтобы кто-то вложил в вас большую часть знаний и объяснил, как все устроено, то, конечно, вам стоит пойти на курсы. Но выбирайте их по алгоритмам, которые я рассказал в этом подкасте. Но вы должны осознавать, что специалистами становятся только после самообучения. Вам все равно даже после самых крутых курсов придется что-то доучивать. Вопрос обучения на курсах или самообучения всегда стоял очень остро. С одной и с другой стороны всегда были и противники, и сторонники. Споры ведутся уже десятилетия, и никто, кроме вас самих, для себя не даст ответ на этот вопрос. Курсы или самообучение – вы знаете, это решать только вам. На связи был обучающий канал IT-Дистрикт. Буду раз видеть снова на нашем районе. Оставайтесь на канале и запомните – IT – это интересно и весело. Всем удачи!